Все, получается, все трубы новые вы сейчас полностью за техникум меняете. Капитального ремонта эти душевые не видели 52 года с момента постройки. Но к старту первой смены в лагере Огонёка не преобразятся. Главное, что здесь сделают, заменят водопроводные трубы. Рабочие трудятся шестую неделю. Демонтаж, соответственно, это самые непосредственно тяжелые работы. Очистка стен от старой краски, шпаклевки, также потолки. Лейки сделаются, краны, система подключится, чтобы подали воду, чтобы уже было все нормально. В один из лучших лагерей области задолго до приемки заместитель мэра приехала неспроста. В этом году из бюджета на подготовку Огонька к летнему сезону выделили почти 2,5 миллиона рублей. Из них 500 тысяч потратят на покупку технологического оборудования в столовую. Сюда завезут новые плиты, стеллажи, сковороды и даже тестомес, которые раньше заменяли руки поваров. У нас было предписание Роспотребнадзора о некоторых работах, которые требуют финансовых затрат. По совещавшись в администрации, мы вместе с управлением образования вышли с инициативой к депутатам средств выделить все-таки не только на выполнение предписаний Роспотребнадзора, но и оказать содействие в обновлении некоторых строительных работ. Часть запланированного рабочие выполнили. Заменили в корпусах все 60 окон, с деревянных на металлопластиковые. Позже на них прикрепят москитные сетки. К 15 мая лагерь планируют сдать. 4 июня на первую смену заедут дети. Всего смен будет 4. Самая интересная – вторая, посвящена году кино. Будет она называться «Синема, синема, тебя без ума». Мы расскажем детям о профессиях кино, дадим им попробовать как-то поучаствовать в этом, что это все-таки процесс длительный, интересный, замечательный. Ну и по итогам каждой смены все-таки нам хочется сделать небольшую серию про огонек. А 26 мая проверяющие приедут сюда снова, уже на приемку. Кристина Коширина, Андрей Белый, программа «Город».